Итак, вводная часть наша закончена, и мы с вами приступим, собственно, к изучению синтаксических диаграмм. Итак, братья мои, мы начинаем изучение синтаксической схемы. Любая синтаксическая схема начинается с определения главных членов предложения. Мы с вами знаем, что предложения бывают простыми и сложными, поэтому мы с вами начнем изучение синтаксических схем с простых предложений. Простые предложения – это такие предложения, у которых одна грамматическая основа. Грубо говоря, там есть подлежащее, исказуемое, и вот эта грамматическая основа, она единственная. Там нет двух предложений, есть одно. Одно простое предложение. Давайте с вами начнем с изучения того, что такое подлежащее. Дадим некоторое определение. Подлежащее представляет собой обозначение субъекта, того, кто действует в предложении. В подавляющем большинстве случаев подлежащее выражается существительным или местоимением в именительном падеже. На синтаксической схеме первое, что делается, это рисуется вот такая вот горизонтальная линия, и рисуется вертикальная линия. Обратите внимание, она пересекает основную горизонтальную линию, то есть немножечко уходит вниз. Подлежащее рисуется слева, а сказуемое будет рисоваться справа от этой вертикальной линии. Так вот, подлежащее в подавляющем большинстве случаев выражается существительным или местоимением в именительном падеже. Подруга приехала или все замолчали. В данном случае подлежащее выражено существительным, а в данном случае выражено местоимением. В некоторых сложных предложениях подлежащее может быть выражено местоимением который. Например, в таком предложении он сдал в ломбард часы, которые достались ему от деда. Каждое сложное предложение представляет собой комбинацию из простых. Поэтому вот то простое предложение, которые достались ему от деда, здесь подлежащее будет выражено местоимением который. Которые подлежащее достались. Достались. Достались будет сказуемо. К этому же способу примыкает использование субстантивированных прилагательных и причастей. Они тоже могут быть подлежащими. Субстантивированные прилагательные или причастия могут быть подлежащими. Учащиеся пишут. Это причастие. Хочу сразу дать вам такое правило. И ввести новый элемент в нашу схему. Этот элемент будет называться подставка. Он будет рисоваться вот так. И на этой подставке мы будем помещать все причастия, причастия, все дея причастия и все инфинитивы. Инфинитивы это глаголы неопределенной формы. Так вот, вернемся к подлежащему. Подлежащее может быть выражено субстантивированным прилагательным или причастием. К примеру, учащиеся, поскольку это причастие, мы его помещаем на подставку, пишут или субстантивированные прилагательные. Военный приехал. Для чего нужна эта подставка? Сделаю еще одно отступление. Она указывает на совершающееся действие. Дело в том, что и причастие, идея причастия и инфинитивы, это слова, обозначающие не только признаки, но и действия. И очень часто в предложениях мы можем упустить, что совершается какое-то действие. Поэтому принято причастие и причастие инфинитивы помещать на подставку. В данном случае учащиеся это подлежащее, военное это тоже подлежащее. Что еще можно сказать о подлежащем? В некоторых случаях подлежащее может быть выражено даже инфинитивом. Например, в таком предложении. Курить здоровью вредить. Здесь подлежащее выражено глаголом в форме инфинитива, неопределенной формой глагола. Курить есть вредить. Два инфинитива, поэтому каждый из них будем помещать на подставку. Пока не обращайте внимания на сказуемое, мы еще не проходили принципы подстановки сказуемых. О них мы поговорим чуть позже. Четвертое. Что нужно сказать о подлежащем? Подлежащее может быть выражено словосочетанием. Например, количественно-именным сочетанием. В таких фразах, как пять студентов пришли. Это будет одно подлежащее. Пять студентов пришли. Это может быть некий выделительный оборот. Например, один из мостов был построен. Подлежащее здесь будет такое. Один из мостов. Это может быть логически неделимое сочетание. Типа отец с матерью, мы с Тамарой ходим парой и так далее. Все это будет одно подлежащее. Отец с матерью. Вы будете прямо эту в качестве подлежащего указывать. Умерли. Вам необходимо помнить о том, что грамматическая нечленимость количественно-именных сочетаний связана с тем, что в именительном падеже в них стоит не наименование самого предмета, а выразитель количества. Поэтому ни один из компонентов словосочетания в отдельности не может быть употреблен сосказуемым. Числительное по смыслу. Пришли пять. А существительное из-за употребления в родительном падеже. Нельзя же сказать пришли студентов. В примере про пять студентов. Нельзя сказать пять пришли. Непонятно. Или студентов пришли. Показательно, что в таких словосочетаниях, типа один студент или многие студенты, выразитель количества в подлежащее не входит, а является определением. То есть, если количественно-именное сочетание не является таковым, а является чем-то типа один студент пришел или многие студенты пришли, то тогда это уже не количественно-именное сочетание. И на схеме будет оно отображаться по-другому. Студенты пришли. А слово «многие» можно без ущерба для логики убрать. Можно сказать «студенты пришли», а можно сказать «многие студенты пришли». Что еще может являться нечленимым сочетанием? Это такие сочетания типа около ста человек, более тысячи ученых, половина студентов, большинство друзей и так далее. Грамматическая цельность словосочетаний типа «отец с матерью» подтверждается употреблением сказуемого во множественном числе. Поэтому мы не можем написать «отец» типа «с матерью», потому что сказуемое во множественном числе. При сказуемом в единственном числе форма «с» и творительный падеж является дополнением, обозначающим просто сопровождающих лиц. К примеру, «друг пришел с сыном». Вот здесь мы не будем писать подлежащее «друг с сыном», потому что сказуемое стоит в единственном числе. «Друг пришел», а «пришел он с кем? С сыном». Это уже косвенное дополнение. Таким образом, сочетания типа «отец с матерью», если глагол при них стоит во множественном числе, являются логически неделимым подлежащим. Типа «мы с Наташей придем», или «тогда мы напишем это так». «Мы с Наташей придем». А если была бы фраза так «я приду с Наташей», сказуемое стояло бы в единственном числе, тогда бы мы писали так. «Я приду с кем? С Наташей». Мы пока еще не проходили, как писать второстепенные члены предложения. Но это просто для примера. Итак, вот это все, что можно сказать о подлежащем. Ничего сложного, как видите, здесь нет. Подлежащие помещаются в левую сторону от вертикальной разделительной черты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok